Джаз не умрет, считает один из самых популярных российских трубачей Вадим Эйликрик. Этому стилю еще меньше века и сегодня он динамично развивается. На сцене манежа спорткомплекса Подмосковья в честь дня города и района звучал джаз. Импровизация, свобода, острые синкопы и ритм. Однако джаз – музыка не для всех. В отличие от специальных джазовых концертов, на праздничных мероприятиях собирается публика с разными вкусовыми предпочтениями. Самая интересная игра для людей, которые не знали, что они пришли на джаз. Вот как сегодня, я думаю, что многие не знали, что будет джазовая музыка. Но нам аплодировали, нам аплодировали очень хорошо. Были даже, по-моему, крики «Браво!». Поэтому я считаю, что мы выступили достойно. И это правда. Не только для щелковцев, но и для артиста, его жителей, как, впрочем, и сам город, произвел неизгладимое впечатление. У меня такое ощущение, что я вернулся просто в какую-то страну моего детства. Причем в хорошем смысле. Потому что можно вернуться в страну детства в плохом смысле, а это прямо вот какое-то мое место. Потому что все такое чистенькое. Может быть, конечно, мы ездили по таким улицам, но все как-то чисто, все приветливые. Даже охранник на парковке, он какой-то вот приветливый. Не знаю, мне очень нравится. Гостей удивляли рок-музыканты. Группа «После 11». Тем, кому удалось услышать многоголосное пение этой группы, повезло вдвойне. В их репертуаре много авторских и фольклорных песен. Группа музыкантов с консерваторским образованием исполнила на сцене знаменитую песню «Косил ясь конюшину». Именно с этой песни ребята выиграли гран-при на конкурсе «Золотой шлягер» имени Мулявина в 2004 году. «Косил ясь конюшину» «Поглядал на девчину, а девчина життожала, а девчина життожала, а девчина життожала». «И на яся поглядал, а девчина життожала». «И люди чувствуют, что, во-первых, нам это самим нравится, то, что мы любим петь народные песни, и с большим удовольствием и радостью это делаем. И когда человека не обманываешь, он уже это чувствует и, собственно, отвечает тебе тем же самым. Бывают, конечно, случаи, когда человек не понимает народные песни, но это уже, наверное, такие издержки воспитания». Всем известные песни исполнил на шелковской сцене советский и российский певец Ренат Ибрагимов. Публика поддерживала и пела вместе с ним. И это, по словам артиста, всегда добавляет удовольствия. «Ребята, ребята, глаза блестели, как агаты, агаты, и на щеках играла кровь. Как модно, как модно танцуют пары под аккорды, аккорды. И можно говорить свободно, по жизни правил бой». Но на этом певец не останавливается. Вскоре всех поклонников ожидает большой сюрприз. «Сейчас готовлю большой альбом, который выйдет у меня на будущий год, к моему юбилею. В него войдут около двухсот песен в этот альбом, большая работа. И также я сейчас пишу аудиокнигу еще. Сам пишу, сам читаю. Ну, там как бы в моей жизни, авторской, да». Кульминацией праздника стало появление на сцене народной артистки России Ларисы Долиной. «Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, Высокого неба я знала, и счастья желаю тебе». После выступления Лариса Долина дала эксклюзивное интервью. Она отметила, что в Щелково жители не только чувствуют праздник, но и гордятся тем, что здесь живут. «Это видно и чувствуется. Я здесь очень много часто бываю с концертами. И публика здесь, я могу сказать точно и честно, абсолютно намного теплее, чем в Москве. Берегите Щелково, берегите город, в котором вы живете. Это ваш дом». Марина Познякова, телерадиокомпания «Щелково».